О, сделано в Рэдбарн. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границы. Привет, Земля! Это еженедельные новости науки и космоса. Китай готовится отправить образцы кирпичей на свою космическую станцию Тяньгун. Образцы кирпичей, изготовленные из различных составов имитатора лунного грунта, будут отправлены на космическую станцию на борту предстоящей грузовой миссии Тяньжоу-8. Целью эксперимента является проверка прочности и долговечности кирпичей в экстремальных условиях космоса, включая воздействие ультрафиолетового света и космических лучей, а также перепады температур. Это позволит определить, какой состав и методы производства кирпичей из лунного грунта будут наиболее подходящими для строительства сооружений на Луне. Для создания этих кирпичей использовался метод нагревания имитатора лунного реголита до температуры более 1000 градусов по Цельсию с использованием электромагнитной индукции в печи для спекания. Этот процесс сплавляет материал в твёрдые структуры, создавая кирпич длиной 18 см всего за 10 минут. Использование лунных ресурсов на месте строительства лунной базы может значительно сократить расходы и увеличить возможности для исследования Луны. Китай планирует построить международную лунную исследовательскую станцию с партнёрами в 2030-х годах. В рамках подготовки страна планирует испытать 3D-печатные кирпичи на Луне с помощью своего лунного посадочного модуля и лунохода Чаньве-8, предназначенного для Южного полюса. И НАСА, и Европейское космическое агентство работали над созданием кирпичей из имитаторов лунного реголита. Ранее НАСА испытывало технологию смешивания цемента на борту Международной космической станции, сосредоточившись на создании материалов для потенциальных космических жилищ. Однако ожидается, что эксперимент Китая станет первым, в котором будет непосредственно проверена устойчивость кирпичей из лунного грунта в космосе. Первый металлический 3D-принтер в космосе успешно напечатал металлическую деталь. Этот демонстратор технологии, разработанный компанией Airbus и партнерами, был запущен на МКС в начале текущего года и был успешно установлен в модуле Европейского космического агентства Columbus. В августе принтер достиг важной вехи, напечатав первую 3D-форму из металла в космосе. Этот продукт, а также ещё три запланированных образца будут доставлены на Землю для анализа качества. Два образца отправятся в технический центр Европейского космического агентства в Нидерландах, один в Центр подготовки астронавтов агентства в Кёльне для использования на установке Луна, а четвёртый – в Датский технический университет. Целью этого эксперимента является демонстрация возможности аддитивного производства в космосе, которое может обеспечить автономность миссии и экипажа. Поскольку исследования Луны и Марса будут требовать более длительных миссий и больших расстояний от Земли, пополнение запасов деталей космических аппаратов станет более сложной задачей. Аддитивное производство в космосе может предоставить решение для производства необходимых деталей, ремонта оборудования или создания специальных инструментов по требованию во время миссии, а не полагаясь на пополнение запасов и избыточность. Металлический 3D-принтер Европейского космического агентства стал первым, который успешно напечатал металлический компонент в условиях микрогравитации. В прошлом на МКС размещались только 3D-принтеры для печати пластиком. Беппи Коломбо прибудет к Меркурию не по плану Космический аппарат Беппи Коломбо, совместный проект Европейского космического агентства и Японского космического агентства ЯКСа, успешно пролетел мимо Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, на расстоянии всего 165 километров над ее поверхностью. Этот пролет стал четвертым из шести запланированных на пути миссии протяженностью 9 миллиардов километров, прежде чем Беппи Коломбо наконец сможет выйти на орбиту планеты в ноябре 2026 года. Миссия Беппи Коломбо была запущена в 2018 году по извилистой траектории, которая должна была выйти на орбиту Меркурия в декабре 2025 года. Однако проблемы с двигателями космического аппарата, возникшие в апреле, привели к отключению части его электропитания. Тогда наземным командам пришлось изменить траекторию полета и отложить прибытие к Меркурию. Новый маршрут означал, что космическому аппарату во время последнего прилета пришлось пролететь на 35 километров ближе к планете, чем планировалось изначально. Оперативная группа Европейского космического агентства подтвердила, что пролет прошел хорошо и опубликовала новое изображение планеты, чья испещренная рябью поверхность напоминает Луну. Меркурий – одна из наименее изученных планет Солнечной системы, и миссия Беппи Коломбо направлена на изучение его поверхности, магнитного поля и состава. Космический аппарат несет два отдельных спутника, один от Европейского космического агентства и один от ЯКСА, которые в общей сложности имеют 16 научных приборов. Астроном Парижской обсерватории Аллен Дорисундирам отметил, что Меркурий – самая сложная планета для зондов из-за относительно небольшой массы и слабого гравитационного притяжения. Чтобы затормозить и остановиться на Меркурии, требуется гораздо больше энергии, чем для полета на Марс, сказал он. Дорисундирам также отметил, что Меркурий – единственная каменистая планета, кроме Земли, имеющая магнитное поле, и что железное ядро Меркурия составляет 60% его массы, по сравнению с лишь третью у Земли. Миссия Беппи Коломбо поможет пролить свет на многие загадки Меркурия, включая его магнитное поле, состав минералов на поверхности и геологическую активность. На поверхности Меркурия также имеются впадины, которые могут указывать на относительно недавнюю геологическую активность. Кроме того, неясен состав минералов, покрывающих поверхность планеты, которая подвергается интенсивному облучению Солнцем. Космический аппарат проведет на орбите Меркурия не менее полутора лет, собирая данные и проводя исследования. Руководитель миссии Санта-Мартинес отметила, что новый более медленный путь означает, что выход Беппи Коломбо на орбиту теперь запланирован на ноябрь 2026 года. Из-за сбоя в работе электрических двигателей космический аппарат теперь работает, используя лишь 90% запланированного запаса энергии. После нескольких месяцев потраченных на изучение проблемы, двигатели продолжат работать на уровне ниже минимальной тяги, необходимой для выхода на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, заявил ранее на этой неделе руководитель миссии Санта-Мартинес. Американский стартап совершит первый частный полет для добычи полезных ископаемых из астероида. Калифорнийская компания Astroforge сообщила о планах запустить в 2025 году первую частную миссию по высадке на другом небесном теле за пределами системы Земля-Луна. Миссия Вестри направлена на коммерциализацию добычи полезных ископаемых в космосе. Космический корабль состыкуется с околоземным астероидом, богатым никелем и железом. Там планируется добыть и переработать до двух тонн материала, после чего доставить его на Землю. Компания ищет решение проблемы дефицита ценных металлов, таких как никель-кобальт и платина, посредством их добычи за пределами Земли. В Вестри третья миссия Astroforge, в которой задействован серийный аппарат массой 200 кг. Космический корабль самостоятельно доберется до астероида, состыкуется с ним и проанализирует его состав. Полученные данные позволят оценить ценность обнаруженных ресурсов. Astroforge выбрала для этой миссии астероид типа М, где М означает «металлический», как правило, никель-железо. Самый большой и массивный из известных астероидов класса М – 16-психея, на который в 2029 году высадится миссия NASA «Психея». Космический аппарат Вестри будет полностью разработан силами Astroforge и запущен в рамках миссии компании Intuitive Machines в 2025 году. В случае успеха это будет первая частная миссия, совершившая посадку на другое небесное тело за пределами системы Земля-Луна. Astroforge стремится решить проблему истощения природных ресурсов Земли путем добычи металлов в космосе. Компания фокусируется на таких элементах, как кобальт, никель и металлы платиновой группы, которые критически важны для развития технологий чистой энергетики. Все эти металлы содержатся в астероидах, которые пролетают относительно близко к Земле. В апреле прошлого года состоялся запуск первой миссии Broker-1. Основной целью было проверить работоспособность технологий, необходимых для добычи металлов из астероидов. Последний успешный сеанс связи с аппаратом был зафиксирован 16 мая 2024 года. Несмотря на прием телеметрических данных, команде не удалось активировать оборудование для переработки полезных ископаемых из-за невозможности установить устойчивую командную связь. В этом году планируется запуск второй миссии под названием Odin для исследования глубокого космоса. В конце августа компания объявила о привлечении инвестиций в размере 40 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования серии А. Общая сумма инвестиций составила 55 миллионов долларов США. Цель Астрофордж – разработать экономически эффективные и устойчивые решения для добычи полезных ископаемых, которые восполнят ресурсы и защитит будущее Земли. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова